Альфред Грибер Практический иврит шаг за шагом Урок номер 49 Корни и основы слов Урок ведет Альфред Грибер В иврите, как и в русском языке, все родственные слова имеют общую часть, которая обладает определенным, самым общим смысловым значением. Эта общая часть называется шорэш со значением корень. Шорэш Однако в иврите, в отличие от русского языка, корень слова – это только набор согласных букв, которые сохраняют свой порядок во всех родственных словах. Сразу хочу отметить, что гласные звуки в состав корня не входят, поэтому корень слова можно только обозначить, называя буквы. Конечно, состоящие из одних согласных букв корень – это грамматическая абстракция. Корень не существует самостоятельно, отдельно от слов. Корень не является такой частью слова, которую можно как-то произнести. В состав корня слова может входить любая буква алфавита. В зависимости от фонетических свойств букв корни разделяются на две группы. Стабильные корни, которые состоят из стойких, стабильных, произносимых букв. Они сохраняются и произносятся во всех формах слова. Нестабильные корни, в которых одна или более букв, имеют тенденцию либо терять свое произношение, либо выпадать из корня, либо ассимилироваться с последующей буквой корня. Количество согласных букв корня может варьироваться от двух до пяти. Однако, большинство корней слов состоят из трех согласных букв. А теперь давайте проанализируем корни уже известных вам слов. Ахарон Ахарей Корень Корень Бет Реш Каф Браха Меворах Корень Гимл Бет Реш Гвир Гвиротай Гвирти Гевер Гвер Гвер Корень Далет Юд Куф Бедиюк Диюк Медуяк Корень Вав Тав Куф Ватик 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 Ветик Ветик Корень Хет Бет Реш Хавер Хевра Мегберет Корень Хет Далет Шин Хадаш Хадаш Хадаша Ходеш Корень Хет Ламед Куф Хелек Махлака Корень Юд Ламед Далет Йелед Ялда Ялда Ялдут Йеладот Йеладим Ялид Корень Каф Нун Самых Книса Кнесет Михнасаем Корень Ламед Ламед Бет Нун Лаван Ловен Корень Самых Пей Реш Миспар Миспараем Сефер Корень Айн Нун Юд Нун Мен Йен Ин Корень Реш Алиф Шин Реш 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 Корень Шин Бет Айн Шавуа Швии Швия Швея Швеид Швеид Шева Шива Шива Шореш со значением корень используется в качестве исходного материала для построения слов. Гэза со значением основа образуется путем добавления корню еще кое-каких языковых элементов, которые объединяют слова как с точки зрения их общей структуры, так и с точки зрения их смысловой классификации. По своему строению основы слов разделяются на два класса. Корневые основы, в образовании которых принимают участие только внутренние средства словообразования, огласовки или знак ДГЭШ. Расширенные основы, в образовании которых принимают участие как внутренние, так и внешние средства словообразования, приставки или суффиксы. Из 22 букв алфавита только 11 букв могут образовывать приставки и суффиксы. К ним относятся следующие буквы. Алеф, Бет, Гей, Вав, Юд, Каф, Ламед, Мем, Нун, Шин, Тав. Чтобы лучше запомнить эти буквы, применяют мнемоническое предложение, куда входят все данные буквы без повторения. Они шломо котев. Я шломо пишу. Они шломо котев. Эти буквы называются служебными, хотя они могут быть, вне всякого сомнения, также и корневыми буквами. Итак, на данном уроке вы познакомились с понятиями шореш и гэза. КРЯД